ПОДПИШИСЬ! На первом сборе главного арсенала тренируются игроки молодежного состава оружейников. Это вратарь Егор Сидоров, полузащитники Максим Кайнов и Ансур Хабибов, нападающий Марк Кротов. Для каждого из них вызов в первый состав стал важным событием. Познакомимся с ребятами поближе. Егор Сидоров самый юный среди дублеров, ему 17 лет. В текущем сезоне Егор успел попробовать силы и в фарм-клубе «Туляков» «Арсенале-2». Для воспитанника клубной академии это уже не первые сборы с основой. Да, я очень рад, что меня каждые сборы вызывают сюда, потому что чем больше ты тренируешься с такими профессионалами, тем быстрее ты взрослеешь и становишься лучше. Чем примечательен именно этот сбор? Новый тренерский штаб никогда не тренировался с иностранным тренером. И как никогда много молодых ребят на сборе, и это облегчает тренировки. В двусторонних матчах требуется руководить более опытными игроками обороны. Как это удается вам? Не робейте? Нет, здесь главное не бояться. Как говорится, на поле как в бане все равны. И партнеры слушают мой подсказ, и все хорошо. Чьи удары самые сильные и самые опасные в «Арсенале»? Ну, у Кирилла Панченко, наверное, самый сильный, точный и мощный удар. Каждая тренировка у меня забивает. У Горана Чаушича, у Ура Шародаковича. Да и тут нет слабых. Егор, вы воспитанник Академии «Арсенала». Как поддерживаете связь с Академией? Ну, почти каждый день общаюсь со своими партнерами. Друзья интересуются, тоже стремятся. Надеюсь, кто-нибудь еще доберется до сборов с главной командой. Ансор Хабибов также выпускник Академии ПФК «Арсенал». В конце минувшего года включался в заявку на матчи РПЛ. В текущем сезоне М-лиги забил три мяча. Первый раз на сборах с основой. Ответственный момент. Главное – показать себя. Как проходят тренировки? Тренировки проходят очень хорошо. Два раза в день. Может, этот отдых тяжелый. Но привыкли уже к таким тренировкам, можно сказать. Кто из старших партнеров подсказывает, берет шефство над вами? Смольников может, Чаусич Коченков, которые уже играли раньше в хороших клубах. Уже знают, я думаю, каково это, молодым. В недавнем спарринге с Кишвардой подключение Ансора в атаку помогло туликам сравнять счет. Что говорит главный тренер, что он требует от Ансора Хабибова? Всегда принимаешь мяч и идти вперед. Назад, если да что. Немножко скажут, может, подсказать. Главное – вперед и не бояться. С ребятами из академии общаетесь каким-то образом? С тренерами? Да, там с тренером. Раньше, с кем я тренировался, Александр Регеевич Визненецкий. Сейчас тренирует молодежку. Благодаря от него я, можно сказать, попал в молодежку. И все от него. Спасибо ему и все. По дому скучаете, Ансор? Конечно. По маме. Больше всех, можно сказать. По братьям. А так все хорошо. А как свободное время, если упадает здесь на сборах, чем занимаетесь? Ну, с семьей общаюсь, звоню, там, друзьям. Могу там в зал сходить. Бывает, вечером, если не будет тренировки, или после этого в баню сходить. Так, в докторан, так. Нормально. Максим Кайнов. Капитан молодежного арсенала. Лидер дубля по игровому времени и автор четырех мячей в М-лиге. Максим, но приглашение на сборы в главную команду стало, наверное, приятной неожиданностью для вас? Да, конечно. После новогодних праздников это была отличная новость. Я был дома со своей семьей. Все очень обрадовались, родители поздравили. И я сам был очень рад этому вызову. Максим поделился впечатлениями от Турции и тренировок в Белеке. В Турции условия отличные. Поля замечательные. Тренерский штаб нас сейчас нагружает. Первый сбор, конечно, тяжелый. Но в таких условиях и работать приятно. Кто из футболистов, может быть, взял шефство над молодежью? Кто-то больше подсказывает, дает советы. Есть такие? Ну, в принципе, все опытные футболисты всегда на тренеров их нам подсказывают. То есть выделяют какие-то ошибки. Дают разные советы, в том числе Игорь Смольников, Евгений Луценко, Кирилл Панченко. Всегда нас, так сказать, вниманием уделяют и стараются нам как-то помочь. Вот эти сборы как стимул расти в мастерстве и в ближайшей перспективе получить приглашение уже не на сборы, а в главную команду «Арсенал». Ну да, конечно. Если дается такой шанс, надо за него цепляться, стараться проявить себя и постараться закрепиться в команде и уже играть в премьер-лиге. Марк Кротов. Голы нападающего помогли дублером обыграть в М-лиге соперников из «Зенита» и «Чертанова». Вызов на сбор с командой Мядрага Божевича стал большим событием в карьере Марка. Да, большое событие в жизни. Я бы даже сказал, очень важное, наверное. Устаете на тренировках? Да, конечно. Ну, все равно, как бы, скорости другие и надо, как бы, быстрее работать с мячом. А так, да, в принципе, устаю. Старший брат Вячеслав играет за Уфу и находится на сборах здесь, совсем рядом. Общались, виделись? Ну, общались, но еще не умудрилась, как бы, увидеться. Ну, так, да, общаемся в WhatsApp, поддерживаем связь. Конечно, я часто спрашиваю, если нужен какой-то совет, там, я могу обратиться к нему, он мне всегда поможет. Кто в «Арсенале» самый веселый и самый серьезный? Ну, самый веселый, наверное, «Кингс». Больше всего, как бы, такой. Всегда на веселе. А самый серьезный, наверное, «Смольников». Ну, или, нет, «Луценко», наверное. Вызов в главную команду на сборы и прохождение сборов с «Арсеналом» – это стимул расти в мастерстве, прибавлять и в перспективе пробовать свои силы уже в главной команде в официальных матчах? Огромный стимул, как бы, работать. Когда, ну, вызывают в главную команду, ты все равно как-то перестраиваешься и понимаешь, что, ну, это какой-то уже другой уровень. Поэтому нужно расти и тренироваться. Путь наших героев в большом футболе только начинается. Пожелаем талантливым дублерам твердо идти к намеченной цели и в ближайшей перспективе в полный голос заявить о себе в главном «Арсенале». Субтитры создавал DimaTorzok